и всем привет дорогие друзья с вами как обычно дриллер русская рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта универсала а это уже седьмая серия в которой мы но я надеюсь по крайней мере попробуем купить несколько новых бланков удилищ потому что мы в данный момент имеем не самые лучшие фидеры у нас самые первые фидеры это sorento fd 110 за 37 монеточек в этой серии я конечно же хочу купить себе новые бланки удилища и мой выбор все же упадет на пикеры я буду скорее всего покупать вот такие фортуна пикер на 9 и 9 килограмм за 389 монет каждый но об этом мы поговорим наверное чуточку позже для начала нам нужно немножко укомплектовать наш третий бланк удилища потому что мы в прошлой серии купили еще одну и очередную катушечку прайд теперь у меня есть три катушки прайд 6000 с силой фрикционного тормоза в семь с половиной килограмм дальнейшем конечно же мы их будем свои модернизировать но мне хватило денег к сожалению только на катушку то есть я не могу купить более нормальную скажем так леску крючок поводок и т.д. потому что ну денег нет хотя поводок на самом-то деле мы в целом можем купить на 5 4 килограмма если я правильно понимаю подожди к если я правильно понимаю то у нас здесь 5 и 4 вот такая у нас в данный момент сборочка 1 2 в принципе такая же тоже 5 и 4 флюорокарбоновый поводок давайте посмотрим можем ли мы купить в данный момент на данном водоеме такой флюорокарбоновый поводок на 5 и 4 килограмма и как назло к сожалению данного поводка здесь нет поэтому мы быстренько переедем с вами на комариное озеро денег мне в принципе должно хватит чтобы купить поводочек на 5 и 4 килограмма и уже будем приступать с вами к рыбалке изначально я конечно планировал начать рыбалку на реке вьюнок но сейчас мы с вами попробуем во первых купить поводок во вторых посмотрим какие заказы на данном водоеме имеются я кстати не могу купить на 5 и 4 поводок а почему а потому что нет наличие такого поводка к сожалению на 64 в принципе можно было бы взять и он не уже доступен у нас 14 уровень сейчас мы тоже об этом поговорим но и здесь его как бы нет на складе это на самом деле печальненько я вам скажу но быть может мы купим где-нибудь его на каком-нибудь старом остроге ну блин а что делать но придется взять на 7 7 поводок временно опять же мы помним те моменты что я все регулирую силой фрикционного тормоза и в связи с этим я свои бланки удилища не ломаю как бы вообще на самом-то деле друзья это неправильно ставить более прочный поводок нежели там ваша собственно бланк удилищ потому что у бланка прочность 4 и 6 в общем 29 монет у нас осталось давайте быстренько пробежимся что у нас есть и денег как вы поняли у нас нет всего 29 40 ну грубо говоря 30 монет у нас с вами 14 уровень 16 тысяч опыта до следующего уровня осталось то есть совсем совсем немножечко а по собственно навыкам поплавочная ловля 29 8 прокачана только глухая оснастка но и катушка прокачана 2 из 5 но катушки прокачаны и в спиннинге и в домке это вы должны помнить с предыдущих серий опять же кто не смотрел предыдущие серии обязательно заглядывайте смотрите ссылочка найдете в описании как на предыдущей серии так и на весь плейлист по прокачке аккаунта универсалов спинговой ловли у нас пока что к сожалению не прокачано ничего потому что мы очки навыкам понемногу экономим и доночная ловля у нас развита на 40 с половиной процентов то есть это вырывается прямо грубо говоря вперед здесь также прокачана катушка на на 2 из 3 но это потому что они качаются собственно совместно я думаю вы знаете но и использование оснастки паттерности у нас прокачано на все три очка добыча наживы прокачана на 46 этот навык действительно развит больше всего тоже то есть даже больше чем доночная ловля мы можем в принципе готовить творожное тесто гороховую кашу сырные кубики и в целом-то по наживкам у нас более чем все приятно и хорошо то есть я ни в чем не нуждаюсь я все могу сам делать и ловить в принципе рыбу кулинария прокачана на 11 9 процентов но опять же кулинарии это постольку поскольку очки не вкладываются просто чаечек делаю и все как бы хорошо а вот приготовление прикормки у нас очень похрамывает виду того что ни очки сюда не вложены не собственно прокачки никакой нет но сразу начиная забегая вперед как я уже сказал я буду покупать пикеры давайте ловля пикерным удилищем мы прокачаем буквально ну наверное на два очка навыка то есть два очка здесь два очка здесь дальность у нас будет более менее забросы я имею ввиду но и немножко точность я надеюсь поправиться когда мы купим пикерные бланки теперь смотрите какой момент у нас осталось всего три очка навыка приготовление прикормки но откровенно хочется прокачать но впоследствии до скоро у нас уже как бы до откроется озера куори на котором я планирую половить естественно в троллингом и ловля вращалкой ну действительно хотелось бы наверно прокачать на все три очка навыка потому что данное умение будет неплохо себя показывать как и опять же как уже сказал троллингом На каком-нибудь Куорино, Северском Донце, да и в принципе. Так и в принципе, ловля-вращалка это неплохой навык, потому как и река Белая, и река Нижняя Тунгуска, и Ультралайт, и опять же Северский Донец, все сюда будет подходить. Поэтому хотелось бы, хотелось бы ловля-вращалкой, естественно, прокачать на все три очка навыка. Но у нас как бы всего их три. Смотрите, за 15 уровень нам дадут одну очку навыка, и за 16 уровень нам дадут еще одну очку навыка. И у нас будет открыто озеро Куори. И свободных очков у нас, если мы тратить не будем, будет ровно 5 штук. То есть это хватит на прокачку вертушек, и останется еще два свободных очка навыка, которые в принципе можно было бы вложить, наверное, в ловля спиннинговым удилищем. Но пока что мы, наверное, повременим с этим делом, потому что в данный момент, допустим, мы более активно ловим доночной ловли. Поэтому я предлагаю два очка навыка разместить, собственно, в замешивание при кормке. Вот так вот раз, и вот так вот два. Свободные очки навыка остаются в количестве одна штука. Это, как я уже сказал, будет у нас для ловли вращалкой. Теперь, что мы делаем с вами? Во-первых, двигаемся в кафешку, посмотрим, что по заказам. Время у нас 19.01. Вечер. Ёрш есть на 30 монет, но хочется выполнить, наверное, этот заказ, поэтому сейчас попробуем его сделать. Также есть густерка, кстати, тоже можно попробовать сделать. Давайте попробуем выполнить эти два заказика, почему бы и нет. Ну и пока я буду двигаться на точку, я, друзья, вам напомню, что выход следующих серий регулируете непосредственно вы, зритель. То есть набираем 500 лайков, и следующая серия уже на следующий день будет вам доступна. В ином случае, если набираем нужное количество лайков, то следующая серия будет в воскресенье. Так что самое время поставить свой лайкосик, ну а я двигаюсь на координаты. Ну вот мы, собственно, и на месте. Давайте пробовать здесь ловить. Значится, пока что мы поставим 3.2 поводок, 20 номер крючка, наживка у меня будет обычный червячок, клипса, клипса у нас будет 7 метров. Сделаем первый заброс, сразу не забываем фрик ослабить, чтобы не порвать поводок, потому что поводок у нас достаточно слабый, всего 3.2 килограмма прочности. Итак, есть первый заброс. Вторую сборочку мы соберем также с клипсой, ну пусть будет 8 метров. Мы сюда с вами поставим также поводок, менее прочный, но поставим сюда вместо червя, мотыля. Быть может, как раз таки здесь мы сможем поймать и густерочку, и, собственно, ершей. В прошлой серии как раз таки здесь я ловил и ершей, и густеру, поэтому нужно бы попробовать. Ну и пока, пока мы ничего как бы не знаем, давайте попробуем с вами одну сборочку собрать на непосредственно леща. Готовая прикормка, а что за прикорм такой, 2 из 10, молотые сухари, подсолнечное масло. Ну ладно, пусть будет, пусть будет такой прикорм, первый номер крючка, гороховая каша. И в целом-то, в целом-то скорость подмоточки, фрик тоже убавим, клипса 15 метров, если я правильно помню. Ну и давайте делать первый заброс. Отлично, отлично. Что у нас по ершам? Не похоже на ерша. Хотя нет, ерш, 116 грамм. Ну хорошо. Хорошо, ерш есть, значит заказ, возможно, мы выполним по ершу. Попутно, может быть, получится половить леща, если он будет здесь клевать. И, надеюсь, мы данную ночку проведем здесь с пользой. Ну и, конечно же, не забываем, не забываем прокачивать навык. Хотя, наверное, уже не прокачивать навык, а просто добывать навозного червя, а также, ну, обычного червя пока что. В дальнейшем еще откроется, когда-нибудь, не знаю, только когда, добыча выползка. И будем, собственно, еще выползка добывать лопатой. Несмотря на то, что у меня не прокачан навык, ну, то есть очки не вложены, я, тем не менее, буду копать. И, тем самым, добывать себе червячков. Незачетные лещики есть. В принципе, в принципе, я вам скажу, все идет, наверное, по плану. Поэтому буду потихонечку ловить и, надеюсь, выполню все два заказа. Итак, друзья, тут случилась небольшая запиночка, заминочка. Я тут рыбачил достаточно долгое время без записи. К сожалению. Выполнил достаточное количество заказов по ершу, по густерее, по карасю, по ротану. Заработал какое-то количество денежек. Купил, кстати говоря, лесочку новую на 10,5 килограмм. Купил еще один крючок первого номера. Вот, в данный момент пришел пробовать ловить плотву. 82-71 находится в квадрате J6. Клипсы здесь, сколько, 17 метров. Успел даже поймать одну плотвичку 5 минут назад. Но что-то клево как такового нет, не знаю. Может быть, ближе к утру расклюется. Посмотрим. Но обнаружил тот момент, что запись у меня была не включена. Это на самом-то деле печально. Также я попродавал там всю незачетную рыбу, оставил там потенциальные какие-то заказы. На балансе опять денег нет. 36 монет, 95 копеек осталось. А почему? Сейчас немножко объясню. Я сделал прикорм. Во-первых, на карася. И с вкинутыми очками, смотри. 10 из 10. Тут еще были прикормки на карася. Но я ловил на пристани и, к сожалению, их уже использовал. Ну вот, сделал 3 замеса на плотву. Получилось качество 5 из 10, 8 из 10 и 9 из 10. И мне это как бы более чем нравится. В данный момент ловлю на, собственно, прикорма качеством 8 из 10. Но, как уже сказал, одна поклевка только была. Не знаю. Может быть, здесь-то и рыбы нет на самом деле. Может быть, я тут зря стою. В общем, не знаю. Посмотрим. Буду пробовать. Потому что там остался один заказ на 9 монет, конечно, немного. Но, опять же, я же не то, чтобы пришел там выполнить только там поймать 5 плотвичек и сразу свалить. Я же еще просто рыбку половлю, просто плотву половлю. Это тоже дополнительный какой-то доход. А пойду, сколько я час рыбачу? Ну, чуть больше уже рыбачу. Но, когда я там бегал и что-то записывал, я рыбачил ровно час. И, кстати, вот этот садочек выходит даже на 100 монеточек еще. Вот. Какие планы действий у нас на ближайшее время? Значит, я хочу выполнить заказ по плотве. Ну, что-то она не клюет. Надо попробовать, может быть, сходить чуть левее. Где мы относительно недавно тоже выполняли заказ по плотве. И там она, по крайней мере, клевала. Не знаю. Если выполним заказ хорошо. Если нет, ну что поделать. Я, наверное, сделаю небольшой перерывчик. Буквально там, не знаю, пару часов, может быть. Много часов. Посмотрим. И планирую пойти на острог. И пытаться как-то зарабатывать деньги на остроге. То есть, ночь это будет, скорее всего, лещ. А в дневное время суток, наверное, буду пробовать карася какого-нибудь ловить. Ну, не знаю. Опять же, посмотрим, что там еще по заказам будет на остроге. Вот такие, в общем, у меня планы на ближайшее будущее. Плюс, опять же, рыбу я продавать всю не буду. Вернусь в игру, там, не знаю, через 4, 5, 6, 10 часов. Посмотрим кафетерий. Может быть, что-то будет в кафе. И, естественно, я смогу сдать. А дополнительные монеты, они никогда, собственно, лишними не были. Но вот тут загвоздка, пока что с плотвой у меня все грустно. Ну, что-то плохо все, друзья, с плотвой. Почему-то не могу поймать никак. Нет, я немножко половил-то здесь ее. Ну, как-то клев не особо-то радужный. Уже попробовал разные наживки, овсяную кашу, ручейника, опарыша. Что-то поклевок нет. Похоже, плотва куда-то мигрировала. Но у меня только одно объяснение. Ну, а почему она не хочет клевать? Не знаю. Залетные какие-то бывают попадаются, но прямо крайне мало. Кстати, где засек всю рыбу? Ну, не я, опять же, автоподсечка, все дела. Наручейника ерш на 47 грамм. Понятно. А, здесь тоже рыба, собственно, сидит, да? Плотва? Рассказывай. Да, плотвичка. Хорошо. Не получилось с плотвой так, как планировал. Потому что планировал я не только заказ выполнить, но и целенаправленно половить плотву, чтобы заработать с нее какое-то количество денег. Ну, заказы, тем не менее... Заказы, заказ. Заказ, тем не менее, я на плотву выполню. Меня это хоть что-то радует. Там, кстати, заказ на трофейную плотву висит. Но там, правда, весы дикие, почти 1,6. Попробуй такую на комаринке поймать. Нет, поймать-то и можно. Знать бы только, где ее поймать такую. Лично я, к сожалению, не знаю. Поэтому данный заказ я точно не выполнил. В общем, пойдем посмотрим. А вдруг что поменялось, кстати говоря, за время, пока я где-то бегал? Обидно, конечно, что не записались некоторые моменты. Но да ладно. Так, ну вот. Вот плотвичка. Раз, два, три, четыре, пять. Сдаем на 9 монет. Итого, видишь, что я выполнил? На 3,54 карася серебряного. Рутана на 12 монет. 24 по густере. 29 по ершу. В принципе, все окей, но все хорошо. Вот. Это, собственно, мы где? 8,7. 8,7 здесь, что ли? Где-то здесь, в общем, я ловил. На 7,8 клипсе. На червя и на мотыля хорошо клюет. Достаточно хорошо клюет. Как, собственно, и густерка, но, правда, мелкая. Под заказы, в принципе, более-менее пойдет. И, собственно, ершки клюют прямо отменно. Я половил хорошо. А куней продавать не стал. На всякий случай пусть будут. 4 штуки. Да, мало, но, может быть, придется доловить, конечно. Вот. Но, опять же, друзья, стоит иметь в виду, что точки-то я в некоторых моментах показываю, рассказываю, где я ловлю и какая клипса и т.д. и т.п. Но понимаете, что рыба мигрирует и, может быть, рыбы там не оказаться. Вот, к примеру, я сейчас пришел за платвой, а ее там уже нет. Хотя недавно ловили. И я, в том числе, и ловил, но нету. Здесь еще 130 монет. Немного. Как бы, да, продадим. Там это сколько все? 170 монет будет. Блин, а мне-то до пикеров. Сколько там они стоят? 389 монет. Достаточно дофига, я вам скажу. Даже если я на лещах пойду и буду делать по 100 монет в ночь, то это не так скоро будет. Так, что у нас, значит, удилища. Пикеры. Я буду брать 389 монет стоит. Опять же, друзья, еще раз повторюсь, что если вы не хотите пикеры, не хотите переплачивать, там, вкладывать в пикерную ловлю, вот, палмар фидер, FD-150 за 263 монеты, более чем будет вам достаточно под катушки, которые мы купили, собственно. Вот более чем достаточно. Если же не хотите и столько тратить, вот Астерия на 7,8 под ловлю леща, карася и другой мелкой рыбы более чем достаточно. 149 монет. Но только учитывайте тот момент, друзья, если вы все же пойдете под фидером, в отличие от меня, то есть я все же пикеры, да, то вам нужно будет прокачивать ловля фидерным удилищем. И не тянуть там до 14-го левела. А как у вас будет 3 сборочки, ну, имеет смысл прокачать. Просто я их не прокачивал, ввиду того, что я, ну, все же хочу по пикерам пойти. Плюс просто дальше, дальше откроются карповые удилища. И когда-нибудь, возможно, этого не будет, конечно, на данном аккаунте, но если вы свой развиваете аккаунт, то когда-нибудь и карповые удилища, собственно, можно прокачать на все 7 очков. А пикеры, а с пикеров очки сбрасывать не нужно. Почему? А потому что вы также будете ловить время от времени и ерша, и ерша на сарятом какого-то, и просто леща, либо другую какую-то мелкую рыбу. Пикеры для этих целей, я думаю, прекрасно подходят. Потому что пикер легкое доночное удилище. Идеально подходит для небольших водоемов, где важна скорость и точность. Ну, под мелкую рыбу прям, прям хорошо и опыта дают чуточку больше от фидеров. То есть тут имейте в виду. И, кстати говоря, я, по-моему, не говорил ни в одной из серии по поводу того, что можно бесплатно один раз вернуть все очки навыка. То есть они все сбросятся со всех умений ваших. Это можно сделать только единожды. В дальнейшем, в дальнейшем можно будет сбросить только за 5 золотых монет. 5 золотых монет это 500 рублей, по-моему. Вот. Но стоит понимать, что 5 монет будет стоить с поплавочной сбросить, плюс 5 монет со спиннинговой, плюс 5 монет с доночной. Итого 15 монет. То есть не то, что вы 500 рублей потратите и все сбросится. Нет. В каждой ветке по 5, собственно, золотых. Так что вот этот вот момент, друзья, то есть сброс бесплатный очков навыка берегите. Потому что, друзья, на 14 уровне возвращать 12 очков, даже если вы прокачали что-то неправильно, не стоит этого делать. Вернется всего 12 очков навыка, и вы, ну, просто потеряете бесплатный сброс. Уровни там на 30-м, может быть, когда у вас тут хотя бы, я не знаю, там 30-40 очков навыка будет, вот сбросить, перераспределить там, допустим, не хотите выловить пикерами, вам нужен только кроповик, допустим, и вы познали дзен в ловле матчевым удилищем и захотели его прокачать. Допустим, там уровни на 35-м, 32-м, 30-м, неважно. Каждый сам решит, но на низких уровнях точно не стоит делать. Вот тогда-то вы сбрасываете, допустим, спикеров, забираете 7 очков, ловите всю рыбу только кроповиками и прокачиваете ловля матчевым удилищем, потому что вам по кайфу ловить данной оснасткой. Я, скорее всего, даже покупать не буду на этом аккаунте, потому что маховая, ну, поплавочная ловля у нас будет на уровне, типа, половить там, не знаю, может быть, караська когда-нибудь, либо же какую-то рыбу для наживки, то есть для живца. В дальнейшем, но опять же, я не говорю, что я докачаюсь, но вам это будет полезно. То есть, половить там пискарика, уклейку, еще какую-нибудь мелкую рыбешку, чисто для того, чтобы сделать из нее живца, но махи, а почему нет? Опять же, я почему и не прокачиваю ловлю маховым удилищем, потому что лично у меня, по крайней мере, в моей вариации прокачки мах это по большей части для быстрого старта, скажем так, и для того, чтобы в дальнейшем ловить живца. Просто ловить, как бы, карпов, ну, это будет дорогого стоить, я уже показывал, то есть, маховый бланк, которым можно ловить карпа, будет стоить 8 тысяч. Ну, это дорого и неоправданно, поэтому махи, ну, наверное, не очень-то интересно. Матчи. Матчи могут быть, кстати говоря, интересны для рыбалки там в проводку на какой-нибудь реке Северский Донец, ловля там Чира где-нибудь на Нижний Тунгусский. Матчи, кстати говоря, может быть, но только, грубо говоря, там самые простые матчи и есть плейлист у меня на канале, обзору магазина называется, там есть сборка матча такого относительно бюджетного, как раз таки для ловли на Северском Донце, для ловли на Нижний Тунгусский, если что, можете посмотреть. Но здесь такого точно не будет. Быть может, быть может, я не буду о чё-то говорить, потому что пока ещё сам не знаю, но быть может, мы баллоночку с вами какую-нибудь простецкую купим и попробуем половить какую-нибудь рыбу, ну, это когда это только будет, на Северском Донце. Может быть, там самую простую, опять же, баллонку, не знаю, там вот за 148 монет, к примеру, на 5,3 килограмма нам её, я думаю, более чем будет достаточно для ловли селёдки и другой там какой-то рыбёшки. Это может быть, может быть, будет, но, опять же, это будет не скоро и будет ли вообще под большим вопросом. Ну, а пока, друзья, я сделаю перерыв рыбалки и включусь, когда буду готов записывать дальше. Итак, друзья, перерыв выдался немножко дольше, чем я планировал, аж целых сколько, 18 часов, ну, можно сказать, 19, рыба почти уже тухлая, то есть ещё 4 часа буквально и рыба протухнет и ничего не будет стоить. Но я тут зашёл в кафешку, вижу приятные заказы по окуню, вряд ли получится выполнить. Вижу заказ по карасю, собственно, его нужно и можно, наверное, сейчас выполнить на 9,78, почему бы нет. Есть заказик на ротана, который будет ещё работать достаточно долго. Есть на густеру, которых есть 3 штуки и можно тоже выполнить 25 монеточек. Есть на платву, который будет стоить 31 монету. И есть на 7 ершей, на 64 монеты. То есть мы сейчас с вами вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть и всё, 64 монеты, бамс, в кармане. Круто, здорово, приятно. А сейчас двигаем на координаты с вами 87,87, где попробуем закрыть заказ по густере. У нас как раз-таки сейчас всё прям хорошо. Вечер, 19,34, возможно, густерка, а также ершик будут клевать. И это на самом-то деле не может не радовать. Но единственное, что нужно будет мне докупить немножечко буквально мотыля, потому что ерши, да и в принципе и густерка клюют на мотыля. Вот. И двигаем на точку. Встретимся уже там, потому что, ну, как вы помните, я немножко там накосячил, не записал, где я ловил. Поэтому будем исправляться именно сейчас. Итак, координаты 87,87, находятся в квадрате H4. В принципе, я, наверное, более-менее правильно вам сказал. Давайте собирать. Собирать, значит, пусть будет. Ставим потоньше поводочек, крючочек поменьше. Наживка пусть будет мотыль. Берем в руки клипса 7-8 метров. Можно даже 6, в принципе, попробовать. И давайте делать первый заброс. Будем пробовать здесь вылавливать густерочку. Но плюс ко всему здесь активно, активно клюет ерш. А ерш, это, в принципе, по деньгам тоже хорошо. Если вы помните, то за 100 грамм ерша там что-то дают. Прямо аж порядка 6-7 монет, по-моему, если я правильно помню. Не помню, кстати говоря. Посмотрим, когда будем сдавать. Поэтому почему бы и нет. Ну и хотелось бы на самом деле выполнить данный заказик. Можно, кстати, попробовать. У меня тут прикорм на платву, если я правильно понимаю. Мотыль, карамель, молотые сухари. Только не первый номер кучка, а, к примеру, 10-й. И также, в принципе, каша овсяная. Ну, давай попробуем на 15-й клипсе. Не знаю, что из этого выйдет. Будет ли клевать здесь платвичка. Ну, давай попробуем. А вдруг, собственно, будет как раз-таки здесь платва клевать непосредственно на кашу овсяную. У нас есть первая поклевочка. Это у нас голавль. Думал, густера, блин. Голавль, кстати говоря, поклевывает. Здесь что? Здесь Йорш 49 грамм. Отлично. Но нам на самом-то деле хотелось бы поймать... Хотелось бы поймать еще сколько густерок. У меня есть три. Нужно еще две густеры как минимум поймать. И все будет прям отлично. Смотри, у нас уже на балансе 120 монет почти. Благодаря заказам. Неплохой заказ на Йорша. Был прям 60, по-моему, монет, да? Прям вообще хорошо. Не зря, не зря вот оставил рыбу. Пусть она уже там немножко тухлая, скажем так, да? Но не зря оставил рыбу. Плюс опять же стоит понимать, что даже если рыба подсвечена у вас уже красным, то есть у нее свежесть 23%, на рынке она будет стоить ровно столько же. Если вы правильно помните, если я правильно помню, во второй серии я вам показывал отличия. То есть свежей рыбы и, собственно, полностью испорченной. Ну, пока еще свежесть более чем устраивает. Так что мы тут ночку прям с лихвой постоим. Хотелось бы, конечно, поймать платвичку. Там, по-моему, 7 нужно. У меня есть 4. Но с платвой как-то не все радужно. По крайней мере, здесь она больше не хочет клевать, как это было раньше. Но даже, но даже, если типа она там клевать не будет, можно все же туда сходить попробовать. Ну, а вдруг все же начнет? Ну, а вдруг все же начнет? Ну, попытка не пытка. Поэтому, если что, я еще, наверное, схожу туда и буду пробовать ловить ее там. Потому что здесь пока что что-то с платвой не все радужно. Кстати, платву можно ловить еще вот здесь. Насколько я помню, 10-ая клипса. 89-88, кстати, можно попробовать. Если не будет клевать, собственно, здесь. А попробовать бланк отнести. Мы его, в принципе, отсюда более чем видим. И можно будет пробовать. Опять же, повторюсь, ребят, что рыба мигрирует в этой игре. И если сегодня, допустим, клевало на 89-89, да, вот здесь платва. То, может быть, через неделю здесь клево-то и не быть. Поэтому имейте это, опять же, в виду. Ну, а я буду потихонечку пробовать ловить. И если будут какие-то изменения, обязательно вам об этом сообщу. Так, ну что, друзья, время у нас уже 8 часов утра. Почти полный садок по густере. Заказ в целом-то, я думаю, более чем выполнен. Смотри, кстати, какие жирные густерочки здесь клевали. 400, 400, 680 грамм. И это все на обычного червячка. В принципе, все здорово, приятно. А вот с платвой, к сожалению, здесь, ну, все как-то не очень. Я уже попробовал забросить бланк удилища чуть левее. Перепробовал несколько наживок, ручейник, опарыша. Поймал какую-то платвичку там на 170 грамм, по-моему, на опарика. Ну, далека от идеала, как бы. Давайте пойдем пробовать сдавать заказы. И нужно как-то попробовать отловить ротана с окунем. Ну, а также платву нужно закрыть. Что это у нас за поклевочка? Клюет и клюет, клюет и клюет. Но никак не засекается рыба. Ну, давайте подождем. Ждать долго не пришлось. Что это у нас тут? А, у нас тут, кстати говоря, платва 400 грамм. Замечательно. Поехали. Точнее, пойдем. Пойдем на базу. А, ну и совсем забыл я вам сказать. У меня же уже 15 уровень. Совсем взрослый. Совсем недавно открыл его на каком-то опять ершике маленьком. Ну, да и ладно. 5 штук платвы. У нас 4 есть. Нужно еще одну поймать, как минимум. Да, и это будет 9 монеточек. Ротанов, к сожалению, нет. Но я думаю, мы сейчас быстро их отловим. Густерочка. Незачетов, естественно. Соливаем. 25 монет зарабатываем. Отлично. Ну, больше, в принципе, я пока что ничего не могу выполнить. Единственное, сейчас мы, знаете, что с вами сделаем еще? У нас 91 хвост в садке. Отсортируем по цене. А, что тут сортировать по цене-то? Тут, собственно, что-то сортировать и нету. Но, тем не менее, мы вот этих незачетов все же продадим. Потому что... Ну, нам хоть какое-то место нужно для того, чтобы рыбу, собственно, ловить, нужно 5 окуней. Ах, я окуней, что ли, продал, да? Вот это я негодяй. Вот это я негодяй. Ну, ладно, 3 окуня. Или у меня столько и было. 3 окуня нужно попробовать поймать. Я встану, наверное, вот здесь, около базы, собственно, на мостике. Заряжусь на червя и буду пробовать выполнять заказ на, собственно, окуня. Здесь у меня, в принципе, ручейник. Пусть стоит. Может, плотва будет клевать, потому что ее тоже нужно выполнить, заказ. Ну, и 2 сборочки, так как мне нужен ротан и окунь. Будет на, собственно, самого обычного червячка. Клипсов тоже 9 метров пусть будет. И будем пробовать ловить. Незачетов брать, наверное, не буду, потому что в садке места не особо, не особо много. Поэтому незачетная рыба нам не нужна. Хотелось бы выполнить по-быстрому заказ, да и была же поклевка. Ну, и уже отправляться-то на леща. А то я каждый раз собираюсь куда-то ехать, а меня комариная не хочет отпускать, собственно, со своих владений. Какие-то интересные заказы. Я тут остаюсь, остаюсь и остаюсь. В общем, давайте пробовать быстро выполнять заказы. По ротану, может быть, по окуню, но и однозначно по плотве. И дергаем уже на старый острог, где попробуем половить леща. Но, к сожалению, какие-то заказы я все же выполнить не смогу. Точнее, по окуню, потому что, ну, почему-то не клюет у меня окунь. Есть заказ на 5 плотвичек, но, к сожалению, к сожалению, есть более интересный заказ на 7 плотвичек. И мы его, естественно, сдаем на 31 монету. Но вот 5 плотвичек, к сожалению, я не смог поймать. Поэтому 9 монет проходят мимо меня. Ну и давайте посмотрим по ротану, что у нас тут есть. Есть то, что нужно. Это еще 11 монет. Итого 42 монеты. Вот так вот быстренько щелк, и мы уже сделали. Плюс выполнили достаточное количество заказов. На хорошую сумму у нас уже 187 монет. Ну и, кстати говоря, осталось буквально 36 минут до завершения заказа по окуню. Я предлагаю подождать этот небольшой промежуток времени. Возможно, что-то еще получится сдать. Ну и вместо окуня у нас окунь. Как бы это странно не звучало, но вместо окуня у нас окунь. И нужно 5 окуней. Но у нас их, собственно, 4. Вот такие вот пироги, друзья. Ну и ладно. Ничего сдать не можем. Давайте продаем нашу рыбу. Где у нас рыболовный магазин? Сколько тут денежек у нас выйдет? Рыба-то хоть живая еще? Живая. 174 монеточки. Продаем. На балансе 361 монета. А это отделяет нас буквально совсем от чуть-чуть до следующего и первого пикера. То есть впервые половины пикеры, я думаю, уже очень скоро. Так что давайте не будем затягивать надолго. Давайте только возьмем, наверное, что? Какой-нибудь прикорм для типа якобы леща. Что мы можем взять? Прикормка основы. Мы можем взять молотая перловка. Мы не можем пока взять. Нам нужно... Нам что нужно-то? 15%? Поэтому мы возьмем молотые сухари. По добавкам у нас будет вареное пшено. Горошек недоступен. Мотыль. И, наверное, опарыш. И, значит, ароматизаторы. Карамель, ваниль, анисовое масло. Закрыто. Ну, я думаю, подсолнечное масло возьмем. Оно у нас есть. И будем использовать вот такой вот прикорм на леща. Ну и все. Двигаем на старый острог. Ну что, здравствуй. Здравствуй, острог. Давай посмотрим заказы в кафе сразу же. Карпчешуйчатые окуни. Густер 5 штук. Ну, сейчас заказ закончится. Густер 7 от 549 грамм. Жестко, жестко. Жалко, с лещом ничего нет. Потому что мы якобы пришли на леща. Вот. И, кстати, да. Момент такой, друзья. Я немножко подзапарился, скажем так. Рыбу нужно было продавать на старом остроге, а не на комаринке. Мы зайдем сейчас в продуктовый магазин. И возьмем с вами, знаете что? Возьмем с вами 20 порций лапши быстрого приготовления. Стоит недорого. И держит, собственно, уровень еды очень даже неплохо. То есть, смотрите, у меня сейчас, грубо говоря, да, в желтой зоне все находится. Мы съедим одну порцию. И у нас молниеносно, смотри, добавляется. Добавляется шкала прям до фулочки. Здорово. В общем, двигаем на точку. И, наверное, уже 16.28. Будем приступать к рыбалке на леща. Да, еще один момент, друзья, забыл. Забыл, друзья, еще один момент посмотреть. Это поводок. Снастка фидерные поводки. 7.7. 5.4. Но 5.4, если что, есть. 6.4. Вот я бы использовал, на самом деле, 6.4 на леща. Но его, к сожалению, тоже нет на складе. Флюрокарбоновый. 9.7. Нет, мне кажется, слишком толстый для ловли леща. Я зачастую использую 6. То есть, не прочнее, скажем так. По диаметру 0.32. Ну, возьмем на 5.4, потому что у нас их два штучки. Два штучки. Поэтому я возьму еще один, чтобы было... Чтобы были сборочки одинаковые. То есть, три одинаковой сборки, три одинаковых поводка. А то у меня там есть один поводок на 7.7. Но, на самом деле, не хочется такой поводок использовать. Лопатой по-прежнему не забываю копать. Иногда даже прокачка идет. У меня уже 41% добычи наживок. Вот. Ну, и есть энное количество червей. Ну, червей прям дофига. Ну, а также немножечко есть навозного червя. Так, мы отправляемся с вами на координаты 51.42. В данный момент здесь ловят леща. Если я правильно понимаю. Так, давай. Давай сделаем прикорм, который мы сделали. Это обыкновенная смесь. На леща мы его, по-моему, называем. А, тут, собственно, мои прикормы с основного аккаунта. Ну, ясно. Лещ. Мы его так назовем. Или на леща даже. Вот так вот. Молотые сухари. Вареное пшено. Мотыль. Опарыш. И ароматизатор подсолнечное масло. Плюс, наверное, прокачаем немножечко приготовление прикормки. 7,7 уже. Качество получилось 8 из 10. Замечательно. Так, где наш прикорм на леща? Вот он. Сюда ставим первый номер крючка. Поводок. Собственно, 5,4. И наживка тесто чесночное. Если я правильно помню, если я правильно помню, клипса здесь 17 метров. Ну и давай. Первый заброс. Есть. Так, дальше поехали. Собираем, в принципе, все то же самое. На леща 5,4. Поводок. Первый номер крючка. Тесто чесночное. Так, здесь также 17 клипса. Здесь кормушка полегче, по всей видимости. Нет, добрался вы нормально. Забрасываю, конечно, кривовато. Ну да ладно, скоро я уже пикер купим, и все у нас будет хорошо, я надеюсь. Так, подожди. 3,2. 5,4. На леща. Первый номер крючка. И наживка у нас в тесто чесночное. Все. Я в целом-то готов. Осталось только... Ну, забросы, ну просто. Просто феноменальные. Два заброса вправо улетел, один заброс влево. Ну, перекрестие такое получилось. Сколько у нас игроков? Игроков. 178 игроков находятся на данных координатах. Ловят рыбку. Так, квадрат это у нас ЭДЖИ 5. Еще вроде ловят напротив сейчас леща. А также ловят где-то здесь. 36, 28. Там, насколько я понимаю, ловят угря. Но также там поклевывают лещ. Так что, возможно, туда мы тоже зайдем. Есть первые поклевочки, я уже могу заметить. Прямо на все три что-то. Да, есть первая поклевочка. Но это мелочуга. Единственный нюанс. Здесь как бы клюет еще у нас карп. Причем достаточно часто клюет карп. И это на самом деле не очень хорошо. Ввиду того, что мы ловим на 5,4 поводок. Достаточно тонкий. Для карпа это ни в коем случае не подходит. Но может быть такая вероятность, что клюнет как раз карп. И будет шатать, мотать наши снасти. Поэтому нужно быть аккуратным. Но опять же аккуратным. А как быть аккуратным, если клюнет карп? Ты от этого как бы не застрахован. Просто стоит иметь в виду, что карп может здесь залететь. Ладно. В общем, буду пробовать рыбачить. Будет что-то интересное. Обязательно покажу. А вот и поймал я два размотика. Здесь размот, а также на втором бланке у нас. Или на третьем. На третьем бланке размот. Я думал на втором. Вот так вот в общем мы рыбачим. Первые размоты. 28 хвостов у меня есть. Много конечно не зачетного леща. Но есть и зачетные. В общем, будем пробовать доставать. Доставать вот эту рыбешку. Возможно это даже лещ. И да, это собственно лещик. Смотрите, неплохих размеров. К сожалению, не трофейный. Но такой вот, знаете ли, увесистый, я думаю, будет. Килограмма на 3-4, наверное. Или ошибаюсь. Давай. 3 700. Красавчик какой. Нормально. 3 700. Это самый большой лещ, наверное, или нет? Или не самый большой? Самого, наверное, большого я на венке ловил. Хотя кто знает. Давай пробовать доставать остальные бланки. Там прям трещит. Так нормально. Хотя там может быть фрик незатянутый. И такое может быть. Здесь что? Здесь 2 100. Доночку прокачивает. Все в принципе здорово. Пока что я даже рыбалочкой своей доволен. Не, кстати, тут фрик подзатянут. Но здесь не 3 700. Здесь поменьше будет экземпляр. Прям однозначно. Ну, наверное, около трешечки. Хотя. Не, около трешки, наверное. Просто сопротивляется. По всей видимости. Но поводков не хватает. Не то, чтобы поводков даже не хватает. Не хватает бланков удилищ. Потому что бланки удилищ у меня на 4,8 килограмма. Это маловато будет для ловли леща. Но пока что у меня, к сожалению, нет нормальных бланков. Поэтому будем рыбачить тем, что, собственно, есть. А это самые первые фидеры. Астерия. Самые дешевые фидеры, которые можно приобрести в рыболовном магазине. Да, смотри. Так, в принципе, тоже вроде неплохой лещик. Ну, поменьше будет, да, наверное? Так, давай, родной. Пойдем. Пойдем к нам. 3 500. Ну, на 200 грамм меньше. Но, тем не менее, это хороший, хороший лещ, я вам скажу. Время у нас 6 утра. И я, наверное, часов до 10, может быть, до 9 постою. Попробую тут половить леща. А потом пойдем в сонную лощину. Будем пробовать ловить карасиков обычных. Так, ну что, время у нас почти 9 часов. Я предлагаю пойти посмотреть. Ну, просто интересно, сколько выходит по серебру наша ночная рыбалка на Старом Остроге. И будем с вами двигать уже непосредственно в сонную лощину. Где попробуем половить непосредственно какого-нибудь карасика, не знаю. Потому что днем тут особо делать нечего на леще. Лещ, это ночная рыба. Вы, в принципе, это уже знаете. Так что, давайте посмотрим. 41 хвост я поймал. За 37 минут. Это, конечно, немного. Опять же, с учетом того, что тут и зачетная, и незачетная рыба. Это, как бы, я считаю, не сильно-то много. Вот если бы 41 зачет был, вот это было бы уже здорово. А так как 40 зачетов и незачетов. Давайте посмотрим по цене. У нас получается 14 хвостов незачетной рыбы. Ну и все остальное. Это зачетная рыба. Лещик, смотри, 3700 стоит 12 монеточек. Весь улов составляет на 142 монеты. Не могу сказать, что это много. Но не могу сказать, что это мало. В принципе, это очень хороший результат, как я считаю. Сейчас мы еще с вами. Сейчас мы еще с вами. Попробуем половить карася. Густеру, кстати, я не знаю, где ловить. Можно на 56-49 попробовать. Но не факт, что он там есть. Попробуем половить карася. Обещает хоть какая-то как бы монетка, копейка, как бы. А в ночь придем сюда еще. Постараюсь, но не буду обещать. Хочу попробовать полный садок с зачетными лещами. Забить и это будет, ну я не знаю, может быть монет. Монет так на 300, а может быть даже на больше. В общем, буду пробовать. Собираю снасти. Давай сначала проверим, есть ли тут рыба. Поклевки вообще. Да, есть поклевка как минимум на одном бланке. В принципе, неплохой лещ. В общем, надо будет не забыть, только мне еще прикорма докупить. И скрафтить следующую ночь, потому что прикормка закончилась. Ну в общем, сматываем снасти и двигаем в сонную лощину. И если я правильно помню, то на 53-13 мы уже с вами ловили. Некогда ранее. Это собственно G9 квадрат. Только здесь мы, наверное, поставим поменьше крючок десятого номера. Будем использовать, наверное, самую обычную наживку. Укалипси тут не помню, 10-9 что ли метров. Что-то около того. Давай 9 для начала поставим. Поводок менять не буду. Все как и было. Так, эти четыре крючки единственное поменяю. Давай попробуем хлеб, самый обычный опять же. 9 метров. Делаем забросик. Кривой забросик, как обычно. Вот. И что мы еще тут поставим? Так, поводки пусть будут те же. Давай попробуем. Ну, перловку. Почему нет? Перловку давай попробуем поставить. Так же 9. Еще до клипса бы добрасывать. Вообще было бы прям шикарно. То есть 9 клипсу поставил, а ловлю, наверное, на 7-8. Ну и ладно. Ну и ладно. Так, доедаем морковочку потихонечку. Есть первая поклевочка, кстати говоря, на обычный хлеб. Это что у нас? Карасик незачетный. Да, я буду брать всех. Потому что в ночь мы будем возвращаться на 51-42 координаты. То есть будем ловить леща. И я, наверное, всех незачетов сразу... Ого! Личный рекорд. Сразу всех незачетных рыб продам на рыболовном рынке, собственно. Там 2-3 монеты дадут. И слава богу. Я, наверное, это даже показывать не буду. Потому что смысла особого в этом не вижу. Если будет интересная рыба здесь клевать, то я обязательно вам сообщу. А вот продавать незачет, я считаю, это не очень будет интересно. Поэтому, возможно, уже встретимся на лещевой точке. Так, ну что, друзья. На 51-42 у меня уже, к сожалению, не клюет. Я уже рыбачу достаточно долго. Я уже рыбачу очень фоново, скажем так. Потому что потихоньку монтирую седьмую серию. И рыбалка моя, ну, действительно, очень фоновая. Но, тем не менее. Тем не менее, у нас 98 хвостов в садке. Я хотел сделать 100 зачетных лещей. Но, к сожалению... Нет, это все зачеты. Но, к сожалению, тут у нас затесались еще и карасики. А также карп чешуйчатый. Пару штучек. Я уже сдавал рыбу на рыбном рынке пару раз. Выгадал с этого порядка 60 или 70 монет. Плюс сделал два заказа по карасям. Не стал это показывать, думаю, зачем. И получается, я что, ночь на 51-42, день на 53-13 ловил карасей. То есть, это где-то вот здесь, да? G8. G9, прошу прощения. Ни много, ни мало. Ну, на карасях там соточка вышла почти, да? С заказами. Ну, 70, может, монет. Точно не помню, не знаю. Не записывал, к сожалению. Но, в общем-то и целом, на балансе у меня сейчас 397 монет. То есть, я ночь. Часов до 10. До 9 утра рыбачил на 51-42. Ловил леща. А, собственно, в день уже отправлялся на 53-13 и ловил обычных карасиков. Ни много, ни мало. Опять же, говорю, ну, там около соточки монет за два световых дня я, собственно, сделал. Третий световой день, который был прошлый, я уже не ходил никуда. Я просто стоял на 51-42. Просто монтировал и просто не было поклевок от слова совсем. Может, подались какие-то поклевочки, но там буквально на 200-300 грамм. Ну, то есть, незачетные лещи. И вот еще одну ночь, получается, я сместился, забыл показать. Точнее, рассказать, наверное. На 36-28. Вот эти прекрасные координаты. В данный момент здесь ловят угря. Народу, наверное, здесь дофигища. Давайте посмотрим. Кстати говоря, не, ну, 68 человек, 69. Не так-то и много. 36-28. По карте находится в квадрате Е7. Клипса 8 метров. Ловил на тесто чесночное. Все то же самое. Клипса 8 метров. Прикорм у меня уже весь кончился. Который я сам делал. Да, кстати, еще докупал я прикорм делал. Все кончился. Ловил эту ночь вообще без прикорма. Ну, и как можете заметить, сколько я тут? Ну, полчаса, наверное, да? Я постоял. Да, вот. То есть, видите, вот разлет какой. То есть, вообще рыбы как бы не было у меня. Вот я первого карася здесь поймал. Что мы, получается, тут за ночь отловили по зачетам. 25 зачетов. Ну, окей. И еще, что хотел сказать. На лещах, конечно, но опыт летит просто ай-яй. Еще совсем недавно я только-только 15 уровень открыл. Уже почти закрываю его. То есть, скоро 16 уровень будет. Нифига себе. Это, грубо говоря, я не знаю сколько. Три, наверное, ночи я порыбачил на лещах. Три ночи. Ну, плюс, да, бегал два дня на, собственно, карасей. Вот такие вот моменты. Сейчас мы с вами идем продавать все это добро. Заказов, скорее всего, нет никаких. Потому что, ну, там было два карася. Я их быстро выполнил. Там карась золотой и карась серебряный нужны были. И там, по-моему, ничего не должно поменяться. Но, на всякий случай, давайте зайдем, посмотрим. Как я говорил, вот 19 и 8 монет. Я выполнял два заказа. Остальной рыбы, которая требуется в кафешку, у меня, к сожалению, нет. Поэтому пойдемте на рыбный рынок. Ну и посмотрим, сколько денег у меня будет. Мне интересно, вот полчаса на этих координатах. 124 монеты. Ну, в принципе, пойдет. То есть, не фонтан, но брызги есть. Как бы, да, ладно, один незачетный лещик затесался. Ну, пусть будет. С учетом того, что я ловил, опять же, без прикорма. И общая моя рыбалка на леща, поездка моя на леща, обходится мне в 452 монеты. Но, опять же, не то, чтобы обходится. А зарабатываю я 452 монеты. По карасям, даже если мы очень грубо возьмем и скажем, что я заработал на карасях 50 монет. Хотя это на самом-то деле не так. То это 500 монет. В принципе, я остался рыбалкой своей более чем доволен. На балансе 850 монет уже есть. И это действительно здорово. Как я считаю, это действительно здорово. Мне уже хватает на 3 бланка, вру, на 2 бланка, на 2 фидерных бланка. Но покупать мы их будем в следующей серии, не в этой. Потому что эта серия уже будет подходить к концу. Давайте просто посмотрим, действительно ли хватает ли мне на 2 пикерных бланка. Это не стоит вообще 400 монет. То есть, да, я могу их раз, два. И мне еще 33 монеты остается. Но мы сэкономим и будем покупать на Комарином озере. Это в районе где-то 40 монет, наверное. Возможно, даже больше. Мы сэкономим. Но, тем не менее, пикеры я уже могу, собственно, приобрести. Я сдаю их обратно. Потому что зачем мне платить по 400, если мы по 389. А, не, наверное, 389. Я думал, 369 монет будет стоить. Ну, ладно, это мы в следующей серии с вами уже купим. Мы, наверное, не буду, ладно, забегать вперед. Что будет в следующей серии? В следующей серии будет в следующей серии. А в седьмой серии, собственно, мы, я считаю, хорошо порыбачили. Хорошо прокачались. То есть, по уровню. Уже почти 16 уровень. Скоро нам будет доступно куори. А снастей пока у нас еще для рыбалки на этом водоеме нет. Но я думаю, мы это очень скоро и скоро исправим. Потому что мы сейчас купим с вами еще. Точнее, заработаем денег на еще один пикер. И вуаля, у нас все открыто. Нам останется только 600 монет, грубо говоря, сделать. И мы уже на куори ходим троллингом. Так что все идет по суперплану. По суперплану моему. Ну и доночка качается 44,6%. Все, в принципе, хорошо. Нужно только друзьям, наверное, это. Немножко как-то задаться целью и прикормку покачать. Потому что я пока ловлю вообще без лещевого прикорма. Ну, как бы лещ-то клюет. Может быть, мой прикорм и нормально типа работает. Не знаю. Но пока, опять же, я не могу делать настоящий типа прикорм, который, да, в игре есть на леща. Но, тем не менее, ловим пока так. И, в принципе, все окейно. Ну и, в общем, серию будем заканчивать. Напомню, что следующая серия выходит, как только набираем 500 лайков под седьмой серией. На следующий день сразу же следующая серия будет уже на ютубе. Ну, либо же ждем в воскресенье. У меня же на этом все, друзья. С вами был, как обычно, дриллер, русская рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта универсала. Вам же, как обычно, легкой прокачки, трофейной поклевки. И до скорого, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok